В Московской области программа «Наставничество» начала работать с 1 июля 2022 года. И сейчас уже по истечению пяти месяцев мы можем говорить о том, что у нас получается, какие хочется сделать добавления или расширения в рамках этой программы. И было очень важно услышать, а что думают о программе, о ее реализации сами наставники или молодые специалисты, с которыми работают наставники. Формат сегодняшнего мероприятия – это стратегическая сессия. Мы обменялись мнениями, мы обменялись результатами и очень активно в течение трех часов работали над вопросами. Что для нас эта программа «Наставничество»? А что мы можем изменить? Что можем добавить? Что нужно наставнику для того, чтобы быть максимально эффективным? Что нужно молодому специалисту, чтобы сократить время адаптации и вхождения в должность? Что касается целей и задач, которые мы ставили на стратегическую сессию. Первое – это понять, все ли нас устраивает в действующей программе. Хотим ли мы внести в нее изменения? Нужно ли сделать какое-то дополнение? Участники ответили, что да, мы хотим ее расширить, мы хотим добавить в нее новые идеи. У нас есть, что предложить. А второй вопрос – это а что же нужно наставнику? А что же нужно молодому специалисту? Мы использовали подход, отвечая на вопросы. Хочу, могу, есть, надо. Идя по этому кругу, мы понимаем, мы анализируем, а что я могу сейчас как наставник? А что я могу сейчас как молодой специалист? Какие знания и опыт у меня есть? Чем я могу делиться? И чего мне не хватает? И вот эти важные ответы на вопрос «надо» – они тоже лягут в основу доработки программы наставничества. Что же мы получили с вами в результате? Например, это мотивационные программы для наставников, это обучение наставников, это взаимодействие и обмен опытом наставниками не только внутри региона, но и с другими регионами. Что касается результатов стратегической сессии, они будут собраны в пакет предложений, потому что в рамках обсуждения, в рамках мозгового штурма мы затронули темы не только наставничества, но и коснулись ряда профессиональных вопросов, которые возникают у действующих врачей-педиатров. Поэтому мы хотим сделать предложение для Министерства здравоохранения Московской области, как можно улучшить программу наставничества, на что обратить внимание, и как поработать со сложными вопросами, которые возникают в повседневной работе наших врачей-педиатров. Институт наставничества в нашей больнице развивается с 2015 года. Мы занялись этим проектом достаточно давно, и сейчас видим положительные результаты от внедрения этого проекта в наше учреждение. Во-первых, у нас нет такой текучки, как у вас, о которой вы говорите, о которой говорят коллеги из Московской области. Мы можем оперативно влиять на подготовку тех кадров, которые приходят к нам в учреждение. И это касается не только молодых кадров, это касается еще и врачей со стажем, которые просто меняют место работы. В зависимости от времени наставничества, то есть кому-то мы уделяем больше времени, кому-то делаем год наставничества, кому-то делаем три месяца наставничества. Управляя этим процессом, мы можем подготовить кадры именно для себя. Они быстрее внедряются в работу с ЕГИС-ЭЗ, скажем так, вот этой электронной медицинской картой, и они быстрее вливаются в коллектив. Опять же, в результате итогового тестирования, где наставляемые говорят о себе, где наставляемые говорят о том, чего они достигли в течение срока наставничества, и мы быстрее видим приоритеты развития этого человека. Наше сегодняшнее общение, ну, естественно, оно полезно, потому что мы видим наши недостатки, которые есть у нас в Институте наставничества. Мы видим пути развития нашего Института наставничества. Общаясь, мы находим какие-то точки соприкосновения, и общаясь, эти точки соприкосновения мы можем и развивать, что-то убирать лишнее, что-то добавлять новое, и в результате этого сформируется, на самом деле, настоящий наставничество, на мой взгляд. Во всяком случае, мне вот было очень полезно вот сегодняшнее посетить, прям я в восторге. О теме наставничества я знаю немного, так как я молодой специалист, и всего лишь три месяца как вошла в эту роль. Я считаю, что это очень полезная и нужная тема, потому что молодым специалистам очень нужна помощь, более квалифицированных, более опытных врачей. Это своего рода и профессиональная поддержка, и моральная. Сегодняшняя встреча была очень полезна, помимо того, что мы высказались, даже не проработав много времени. Есть боль, есть то, что накипело. Мы это высказали не только своим коллегам, но и тем, кто выше по званию, так сказать. Очень хочется, чтобы это действительно услышали, действительно помогли разобраться в определенных моментах, и не заставила себя долго ждать. Спасибо вообще, что это просвещается, что это делается, собирается, даже вне зависимости от того, что эпидезон идет, что большое количество людей, им нужна помощь сейчас, но мы все равно находим время для таких просвещений и дальнейшей работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!